Друзья мои, терепяй вас, что по-эстонски обозначает добрый день. Меня зовут Игорь Барлаков, я живу в Эстонии, в Таллине. И в своих роликах я рассказываю о том, как мы тут живем. Территориумаст означает добро пожаловать. Добро пожаловать в проект «Эстония готовит», в котором я и мои друзья, мои гости рассказываем вам о том, что мы тут готовим и что едим. Из продуктов, которые либо выращиваются, производятся в Эстонии, либо которые можно купить в местных магазинах. То есть это некое такое пособие, практическое. В какой магазин пойти, что купить, что из этого приготовить вкусненького. Сегодня простая, банальная тема. Бургеры. Мы все их с вами любим. Я тут периодически запускаю какие-то провокационные посты о том, почему бургер так дорого, если котлетка стоит на рынке лучше из говядины, в районе 2 евро, да, почему бургер стоит 12. Ну, ответов я получил много. Вылили на меня все, что обо мне думают, что я неправильно считаю и все прочее. Не важно. То есть первое, если вы любите бургеры так же, как и я. Видео для вас. И второе, если у вас есть дети, и как-то надо их так заинтересовать, чтобы они покушали, покушали котлетку. Да? Я не знаю, я вроде любил котлеты в свое детстве. Самый лучший бургер, который у меня в детстве был, раньше я не знал, никто не знал, что такое бургер, это школьная котлета на четвертинке такого хлеба. Просто котлета, там было очень много панировки, она была достаточно хрустящая, мягкая внутри, стоила она в 8 копеек. Ну, говорит, сейчас не принято вспоминать, когда что стоило, но это было очень вкусно. А главное для меня проблемное тогда, невозможно было это поесть, вот съесть котлеты целиком. Кто-то ее только покупал в буфете, в столовке, выходил куда-то, тут же подлетали какие-то друзья, и говорили, ну дай попробовать, дай мало, дай, дай, дай. Она говорит, дай мало. Дай чуть-чуть. Вот, и каждый там либо откусывал, либо отламывал, то есть у тебя котлетки с хлебом доставалось совсем чуть-чуть, и вроде как-то не было возможности съесть ее, удовольствие целиком прятаться было как-то неприлично, не принято. Я, конечно, вырос, дожил до времени, переехал в Европу, где появились бургеры. И мы тоже ели здесь бургер за, не знаю, там, за 5 крон, это какие-то центы, да. Потом все росло, 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 и говорят, что существует даже некий такой курс валют, курс бургера, да. То есть вот сколько в евро или в доллар стоил бургер, в Макдональдсе причем. Ну, они меняются, во всяком случае, цены постоянно растут, надо с этим что-то делать, не отменять же свою любовь к бургерам. Поэтому сегодня будем готовить бургеры. Наш любимый Лидл, опять я рекламирую то, что очень люблю. В соседний магазин периодически появляются вот такие котлеты. Стоят они едва с чем-то, где-то здесь появится фотография с ценой. Мне попросили делать более практические, практичные видео, так, чтобы еще была цена, чтобы народ примерно считал, сколько что стоит. Вот появляются такие. Значит, я специально вернулся, посмотрел цену за килограмм. Там на картинке вы видите. И подумалось, почему бы не взять просто говяжий фарш. Это значительно дешевле, чем то, что стоят эти котлеты. Но будем очень надеяться о том, что это какая-то очень специальная говядина, специально для бургеров. То есть это не просто, а специально. Поэтому вот купил я все-таки ее. Хотя давайте с вами поэкспериментируем. Вы дома или где-то приготовите с обычного фарша и расскажем, что вкуснее, что сочнее. Второй вариант. Почему-то принято. Бургеры и котлеты должны быть из говядины. Причина в следующем. Это история. То есть когда-то гамбургер, то есть бургер гамбургских грузчиков в порту, он представлял себя рубленый бифштекс. То есть это был кусок говядины, который мелко нарезан ножом. Уберу ножку, нельзя его держать. Приправлен хорошо там перцем, солью, добавлен туда свежий лук. Это все как бы вот ели, там клали на хлеб и ели. Потом кому-то пришла замечательная мысль, что они пожарят нам эту булочку. Булочку тоже, эту котлетку. Вот с тех пор начали для бургеров котлеты жарить. Ну и до нас это дошло в том виде, в котором мы с вами знаем. Лишний раз сделаю ссылку на видео, которое для меня считается эталоном. Вот такой бургер, вот там, Гельмонико, это какой-то бар в Нью-Йорке, где до сих пор подают бургеры. Когда-то он стоил там 5 центов из области курса бургеров. Вот это для меня образец того, какой бургер должен быть. Все остальное, что здесь готовится, где-то готовится. Для меня это так. Поели и не поели. Итак, мы берем вот эти две котлетки. Два просто простых варианта. Просто складываем их на какую-нибудь там сковородку и жарим. Посыпаем солью, перцем. Но я делаю некий такой кощунственный вариант. Я беру тарелку, бросаю туда эти котлеты и солю и перчу на стадии пока еще целых котлет. Да? Так, немножко соли, немножко перца. Обычный перец. Кто очень любит, там, душистый перец. Ну и вот, как бы, всегда у меня на столе тут на съемках стоят вот эти вот прекрасные баночки, очень красивые, которые мне прислали в Финляндии. Значит, большая, семейная, красивая, удобная, замечательная фирма в Финляндии, грузинская, грузинская семья делает вот эти замечательные специи в Хельсинки. То есть, они получают ингредиенты из Грузии, там как-то смешивают, здесь сванская соль, аджика сухая и хмели-сумели. Я уже сам настолько приобщился к этой шутке, да, в интернете есть такой мем, звучит так, что хмели-сумели, сможете и вы. Поэтому я иногда тоже путаю. Я про то, что всегда можно добавлять те вкусы, ароматы, специи, которые вам нравятся. Поэтому вот в данном случае просто котлета и делаем вот такой как бы опять-таки почувственный жест. То есть, мы вот эти котлеты, которые для нас кто-то формировал, мы их перемешиваем для того, чтобы сформировать пробуем на соль. Мне всегда мало. Добавляем и дальше мешаем. Опять же, не вижу ничего плохого. Если вы уже делаете котлеты и делаете хорошую прожарку, добавить сюда свиное мясо, свинину. Либо у нас в Эстонии есть такое понятие кодунэ, домашний фарш. Это когда 50 на 50, когда свинина смешана с говядиной. Я всегда считаю, что свинина придает некую такую сочность дополнительную. Значит, что делаем дальше? Сформировали мы фарш, который нравится нам, и условно делим их пополам. Так, и формируем такие котлетки немножко глинненькие. Сейчас объясню почему. Почему я квадратно посолил, потому что никогда не знаешь на готовой котлетке, как их солить и правильно посолиться на сковородке. Так, формируем. Дальше делаю такой небольшой. вот такие они глинненькие. Да? Массаж котлетам мясо очень любит. Так, сейчас мою руки и показываю, что делать дальше. Показываю, для чего я делаю котлетки такой формы. формируем. Значит, одно из самых главных качеств или свойства и ингредиентов буфера является хлеб. Честно говоря, я довольно уже устал от тех степлянных булочек, которые используются у нас для хлеба. И вообще хочу, чтобы это был хороший, реальный хлеб на закваске маленький. Значит, лучший хлеб у нас в Таллине делает пекарня Рёст. Это такой шведский хлеб, шведская пекарня. Вот все мои попытки моих друзей убедить эту пекарню делать маленькие булочки для бургеров, ну, не увеличались успехов. Они говорят, что нам и так хватает. У них пять замесов, называется, закладок хлеба по 200 хлебов. То есть, тысяча в день они хлеба делают, им хватает. Там всегда стоит очередь и когда на этот хлеб не попадешь. Как-нибудь очередной раз покажу, расскажу. Ну, вот нет у нас в Эстонии хлеба. Я уже пытался работать и сотрудничать с какими-то азербайджанскими пекарнями, которые делают лаваш. Я говорю, ну, вот сделайте мне вот то, что вы делаете для шаурмы в лаваше, да, в хлебе. Вот сделайте мне такое. Они делали это всегда либо много, либо маленькие. В общем, пока заморочки. Ура! к нам опять пришел Лидл. Пришел Лидл со своим хлебом. Там довольно большое разнообразие. Есть вот эта самая булочка с картофельным крахмалом, с картофелем. Но я в последнее время перестал их покупать, потому что они подорожали на 4 цента, они стали холодные. Раньше было тоже надо подождать, когда они горячие, свежие, ароматные. Подсел сам и подсадил по городу моих друзей. Но сейчас эти булочки лежат, никто их не берет, они холодные, гадкие, мне не понравилось. Поэтому я перешел на обычную простую булочку. Опять же, вот если мы возьмем Европу, Германию, там вот разнообразие таких булочек и одни из разновидностей вот таких подаются и на этом с розбином, со стейком. То есть это вкусно и хорошо. То есть мы берем наш прекрасный специальный ножичек для хлеба и режем нашу булочку. Порезали одну, порезали вторую. ну и смотрим, да, то есть подходит ли, ну да, примерно подходит наша такая белая мягкая булочка под нашу котлету. Все, берем специальную сковородку, которую нам предоставила Кек, я, шеф институт из Финляндии, наши замечательные партнеры и спонсоры, пережарим котлеты. Значит, сознательно ничего больше добавлять не буду. Я все-таки, наверное, такой консерватор, значит, и смысл изначально, то есть я всегда пытаюсь ловить логику любого блюда. То есть зачем делали котлеты и положили их на хлеб, клали их на хлеб, да, будет правильно. Для того, чтобы сок котлеты не падал, не растекался ни по тарелке, чтобы было удобно есть, чтобы он впитывался в булочку. В производстве это как бы непрактично, да, то есть булочка размокает, она быстро ты-ты-ты, поэтому прокладывают какой-нибудь лист салата, там еще накладывают сверху какой-то там, не знаю, огурцы, помидоры, не знаю, соусы, сыр и все остальное, растает вот такая гора, которая в рот не влезает. Я против башни, я за чистоту вкуса, а чистоту вкуса мы едим котлету, мы едим, даже возьму вот так вот, да, мы едим булочку, опять же, булочка, это для удобства, можно ее сверху прикрыть как бы второй половиной, что можно удержать и кусать так, это все равно достаточно плотно, но хотя бы это сочный, когда вы будете все это сжимать, весь сок и все это войдет в эту мягкую булочку, то есть булки у нас получится очень-очень вкусной, но если вы хотите, конечно, можете там мазать соусом, добавлять, я вам просто даю идею и делюсь тем, что ем сам, а для детей, когда вы устроите показательное выступление, соберете их на кухню, и говорит, так, детишки, мы сегодня будем делать бургеры, кстати, я не знаю, для женщин, ваш муж тоже входит в категорию детей, которые любят мясо и любят бургеры, вот зовите его тоже, да, будет некое шоу, то есть вы будете пить эти котлеты, вы будете заставлять детей резать эти булочки, все это можно будет жарить, и тут же это может быть вкусно поесть, есть опыт Израиля, где хлеб является одним из самых дорогих продуктов, вот там я перенял некий такую идею, там называется разборный бургер, это когда тоже есть у меня там ролик, посмотрите, я поставлю внизу ссылку на революцию бургеров в Эстонии, про хлеб и про Израиль, значит, там называется разборный, то есть там боится только хлеб, котлета, а все остальное салат, картошка-фри, соус, кстати, базиликовый соус, да, все это дается отдельно, поэтому вот ешьте, наслаждайтесь чистотой вкуса, отдельно салат, отдельно картошка, отдельно там соус и бургер с котлетой, вот опять же, я просто предлагаю вам сделать любой салат, можно тот салат Фируза, который я уже показывал, как делать, вот, и вы прекрасно проведете время, насладитесь вкусом, это будет вот замечательный, настоящий, вкусный бургер, опять же, сделаю рекламу, вот эти котлетки появляются в Лиду, но я вам также рекомендую, опять же, Балтия Яма Турк, рынок Балтийского вокзала, там, в самом дальнем конце, в мясном отделе, есть лавочки, как, стеллажи, витрины, такой компанией, которая называется Мит Эстонийн Хаус, Эстонийн Мит Хаус, эстонский мясной дом, да, там замечательные эстонские ребята, которые заморачиваются с мясом, они где-то по хуторам их собирают, какие-то поставщики, то есть там разные виды мяса, там, кстати, есть кости с костным мозгом, там много всего-всего, но там же в продаже есть замечательные котлеты для бургеров, плюс, значит, баранина, есть из говядина, плюс говядина с чеддером, с сыром уже внутри, то есть стоят они в районе двух евро, там, евро девяносто, весят под двести грамм, эти котлеты, то есть вы также можете взять эти котлеты там, либо использовать в готовом виде, либо опять так вот перелепить, сделать тот бургер, который есть, опять же, летом, на гриле, идеальное времяпрепровождение, все, чтобы меньше говорить, наливаю масло, подогреваю масло, и жарю котлетки на нашей сковородке, приступаем, ну вот, приступим к жарке, значит, плита у меня периодически издает какие-то странные звуки, но, так и иначе, то есть мы берем, я использую совсем мало масла, учитывая, что у нас все-таки в котлетах есть жир, и вот здесь уже, как бы, на стадии жарки я их прижимаю, делаю немножко такими, более плоскими. Дальше, ваше почтение к прожарке, вот я стараюсь, чтобы прожарка была минимум, так, чтобы они были реально очень сочные, то есть считается, что вот правильно катать стейк, вот там 3 минуты с одной стороны, 3 минуты с другой, ну и заморачиваюсь, смотрю, как, как пойдет, да, то есть тоже зависит от количества масла, от количества котлет на сковородке, то есть от температуры, много всего, ну, обычно, еще раз, не заморачиваюсь, просто жарим котлеты. вот наши котлеты, с одной стороны мы их не зажарили, берем в опарточку и переворачиваем их. И тоже, наверное, еще, как бы, одна из причин, почему используют все-таки говяжий фарш, просто меньше хотят заморачиваться, то есть вот даже если это немножко не дожарили, там надо будет там на углах, на, как бы, на боку все это жарить, можно не заморачиваться, ну, не дожарили, не дожарили, получится медиум прожарка, это будет еще вкуснее, еще сочнее. Поэтому будем считать, что использование дорогих котлет из говядины, оно оправдано многими факторами. все прожариваем еще с этой стороны. Ну, вот, мы считаем, что у вас котлеты прожарились, я вот когда жарил, еще пришла такая мысль, в чем еще преимущество, когда вы переделываете эти котлеты, делаете их немножко более толще. Потому что при тонкой котлете очень сложно найти этот баланс прожарки внутри, сочности. То есть, она высыхает, подгорает, а если вы делаете их немножко толще, то вот эта сочность там внутри, она остается более, сочность остается более сочной. Все. Подключаем плиту и собираем наши бургеры. Считается, что уже мято, шейк и все прочее должно отдохнуть. Я вам рекомендую, чтобы отдыхало оно уже на хлебе. Да? То есть, вот мы складываем сюда и мы складываем сюда. и пока наша котлета отдыхает, по большому желанию вы можете как бы, ну опять же, можно посливать туда это мясо, не сливать масло, но не будем. Так, опять же, был вариант, пока плита у нас еще, мы будем считать, что горячая, давайте включу ее заново, мы вот в этом масле прожарим наши вторые половинки хлеба. Да, то есть, можно было сделать это на каждую половинку, но сделаем это. То есть, пока отдыхает, вот я не знаю, там видно или нет, то есть, сок стекает прямо на хлеб и это будет, наверное, очень вкусно. Так, прожариваем вторую половинку хлебушка, как минимум она собирает еще вот этот мясной сок и масло, которое тут было, можете пойти по краю собрать это масло. Да? Ну, в принципе, и все. И надо высушивать хлеб. Мы его берем и кладем осторожно, горячий. То есть, особенно не давайте ему детям, сразу пусть он все-таки немножко остынет. как-то вот так у меня получилось. Да, слышу крики, о, как уже это бургер, это котлета с хлебом. Что такое бургер? Опять же, я его так называю. Называют первые рестораны, где подают бургеры, вот назвали котлету с хлебом, бургером, гамбургером, если бы так быть, точно, исторически, правильно. Поэтому, если вы на природе, если у вас как бы, пикничок, есть, где пожарить, можно, кстати, это тоже котлеты жарить, взять с собой, пожарить на гриле, и будет еще вкуснее, они будут иметь аромат дымка и все остальное. То есть, зелень, готовый салат, огурчик, ну, просто, просто песня. Опять же, трудно разговаривать, да, вот у меня уже бежит слюна. Пробуем. Мягкая булочка. Хрустящей корочкой. Когда вы вдавливаете, эта котлета вдавливается в эти рубли-половинки, то есть, она становится разумной по размеру. Весь сок течет, добавить туда хрустящие огурочки. Не хватает что-нибудь выпить. Я что-то не предусмотрел этот вариант. Ну, вы исправите мою ошибку. Значит, еще раз экспериментируйте. Я думаю, что вот, опять же, для ваших детей будет некое такое событие, что вы вместе приготовили бургеры. И такой бургер, они уплетут за обе щеки и скажут, мама, давай, папа, давай еще. Опять же, я не пытаюсь убедить или научить вас готовить какие-то изысканные блюда. Этого хватает без меня в интернете, книге. Я пытаюсь показать и поделиться своими идеями. Вот я вот это все люблю. Еще раз, идея, которая у меня возникает, я иду в магазин, любой, Lidl, Prisma, Server, Rimi, еще что-то, да? а тысяча. Как-нибудь зайдем, там есть что купить. Вот. И когда я вижу, в данном случае, я просто увидел эти котлетки, думаю, а почему бы вот не поесть себе любимому и показать вам, что из этих котлеток, из этого хлеба, который можно купить в Lidl, можно сделать замечательные бургеры для всей семьи. Экспериментируйте, это весело и очень вкусно. Все, пока, до следующего видео. Кстати, сейчас модно и правильно просить поставить лайк этому видео или подписаться либо на страницу, либо в группу, где вы находитесь. А если вы смотрите эти видео на YouTube, то там можно тоже подписаться, поставить лайк, когда это видео видит очень много людей. И вы как минимум, а еще колокольчик, и вы как минимум не пропустите следующее видео от меня, где я пытаюсь готовить очень простые и понятные блюда. Фау! Субтитры сделал DimaTorzok